«Астронавты НАСА Барри Уилмор и Терри Уордс, входящие в состав долговременного экипажа МКС, совершили третий за последние восемь дней выход в открытый космос. Их миссия состояла в подготовке орбитальной станции к приёму новых пилотируемых кораблей США. Космическую прогулку астронавтов транслировало американское агентство НАСА. Космонавты потратили около семи часов на то, чтобы установить коммуникационные антенны и лазерные отражатели. Кроме того, они проложили более 120 метров кабелей электропитания и передачи данных». Те же самые работы Уилмор и Уордс выполняли во время двух предыдущих выходов в открытый космос. Установленное оборудование понадобится для запуска двух новых стыковочных систем на МКС. Они будут принимать коммерческие пилотируемые корабли, над созданием которых работают американские компании SpaceX и Boeing. Космические аппараты прибудут на орбитальную станцию уже в этом году. После завершения работ Уордс сообщил, что в его шлем просочилась вода. Такая же ситуация возникла во время выхода в открытый космос и на прошлой неделе. Выяснилось, что вода попадает в шлем из системы охлаждения. По словам представителя НАСА, неисправность не угрожает безопасности астронавтов. С тех пор, как в США шаттлы завершили полёт в космос, американцев доставляют на МКС российские корабли «Союз». Однако НАСА заказал у компаний Boeing и SpaceX новые пилотируемые аппараты, чтобы иметь возможность отправлять астронавтов на МКС со своей территории.